Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено вопросам и моим ответам от Наташи Золотаревой, от ее видеотага, посвященного всем парфманьякам. Ну что там такое, Наташа? Наташа, помнишь, ты сделала давно-давно-давно этот тег для Маши, для канала о нашем, о главном? Маша прекрасно ответила, потом другие блогеры подключились, и вот сейчас, спустя, не знаю, сто лет, я тоже решила записать это видео. Спасибо, Наташа, тебе большое за классные вопросы, мне было очень интересно на них ответить, вот я здесь их записала. Хорошие вопросы, есть над чем подумать, призадуматься, и давайте начнем. Итак, вопрос номер первый. Ароматы, любимые творцы, носы? У нас, конечно же, Доминик, конечно же, Доминик Репьон, это вот мой первый, любимый, ну, наверное, с него началась моя любовь к ароматам, с его слоника для кинзо, это было, я еще в школе училась, и вот у меня был этот слон кинзо, это был шикарный аромат, ни на что не похожий, до сих пор его помню, обожаю, люблю, он у меня был, мама увезла, ну, пользуется с удовольствием. В общем, Доминик Репьон, вот начиная со слона, заканчивая, суперстишес для Фредерик Маль, это вот просто мой, мой творец, мой нос, он создает ароматы, которые мне подходят, которые меня окрыляют, которые мне любо-дороги, вот как бы так. И еще один парфюмер, я вычислила его довольно-таки недавно, потому что ароматы, которые он делает, все мне очень сильно нравятся. В их числе Иланг 49 от Лилаба, в их числе Сантал 33 от Лилаба, в их числе Денуар Лилаба, Ирис Лилаба, и также новый для меня бренд, который я вот специально пошла и весь перенюхала, это номенклатура, очень крутой, очень необычный, такой, вы знаете, не всем понравится, не всем подойдет, мне понравился. Автор многих ароматов для номенклатуры тоже этот парфюмер. Итак, тоже, это Фрэнк Фойекль, надеюсь, я правильно произношу его фамилию, Фойекль, наверное, так. А Фрэнк Фойекль, вот такое вот, такое дарование, такой вот парфюмер, 1 Сантал 33 заслуживает просто аплодисментов, пустой аромат, ну, сменивший, мне кажется, изменивший ход событий, изменивший ход событий, классный, классный, очень классный, другой. А следующий вопрос, ну вот ответила, да, два вот таких парфюмера, если брать еще, ну, не знаю, по каждому аромату прям выискивать, кто был создатель, ну, конечно же, Жан-Клод Иллина, там, все вот эти вот знаменитые, легендарные носы, ну, вот эти два товарища, они вот прям самые-самые. Второй вопрос, твои бренды от концепта до форм-фактора? Мои бренды, мои, 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 вот то, что прям мое. Все, повторюсь, Лилаба, люблю, люблю их и дизайн, и люблю содержимое, люблю их концепцию, ну, все мне нравится у них, все. То есть ты заходишь в Корнер Лилаба, у нас, к сожалению, нету моно-бутика Лилаба, я мечтаю побывать в моно-бутике Лилаба, придется всему свое время, ну, вот даже в Корнер ты заходишь, очень все четко, красиво, не похоже ни на кого, узнаваемо, прекрасно, прекрасно, такой стиль в лаборатории, люблю. И практически все ароматы мне нравятся, ну, за редкостным исключением, знаете, Ут, например, ну, и Флёр Д'Оранж, но он на мне не очень стойкий. Ну, вот только за это, а так остальное все, прям, обожаю. Форм-фактор, концепция, вот прям мой бренд. Раньше стопроцентным попаданием был Серж Лютанс. Серж Лютанс люблю как и ароматы, так и концепт, они были вообще первопроходцы, одними из самых первых таких нишевиков, да. Но сейчас дизайн поменялся, и только из-за этого я, наверное, больше не буду покупать. Ну, как это ни печально звучит, может быть, я привыкну потом к этим вот страшным бутылкам. Они абсолютно одинаковые, это старые дизайны, это новые. Абсолютно одинаковые по размеру. Ну, вот эта вот наклейка, вот эта вот, что это, пластиковая такая штука, мне очень не нравится. К сожалению, увы и ах, тут прям я расстроена, я очень расстроена. Абсолютно мой во всех вообще попаданиях гениальнейший бренд, начиная от флакона, упаковки и заканчивая содержимым, это Гроссмисс. Гроссмисс Лондон, вот такие вот у них флаконы разных объемов. Для меня это бесподобно. Для меня это идеальное олицетворение, внешнее и внутреннее. В общем, флакон бесподобный, содержимое бесподобное. Вот это вот стопроцентное попадание. Здесь я вообще не могу ни к чему придраться. Фредерик Маль, ну, Фредерик Маль, ароматы все классные. Ну, флакон, не знаю, флакон, я как-то не фанат. Нет, прикольные, ну, флакон и флакон. Мне кажется, в данном конкретном случае, как и с Сержем и Лютанцем, ну, неважно. Чем проще, тем лучше. В общем, как-то так, как-то так. А следующий вопрос. Это вот были мои бренды. Если мы говорим о концепте и форм-факторе, да. Отталкивающие бренды. Отталкивающие бренды не в плане того, ну, как я понимаю этот вопрос для себя, не в плане того, что бренд вонючий отталкивает меня прям, фу, какие вонючие ароматы. Просто вот мне не тянется рука к каким брендам, вот они меня, ну, не привлекают. Ну, реально, вот я пробовала несколько раз, ну, много раз. Джо Малон. Джо Малон, ну, знаете, вроде так все красивенько, чистенько. Вот эти вот коробочки, бантики. Ну, мне не нравится, меня же прям бесит, знаете. Вот это вот все такая, такая вот изысканная, утонченная, легкая простота и содержимое. Ну, ребят, не люблю Джо Малон вообще. Киллиан, вот закидайте меня чем угодно, носками, тапками, помидорами, чем там кидаются. Не раз подходила к ним, не нравится дизайн флаконов абсолютно, еще яйца эти были. Ну, для меня это некрасиво. Ну, и внутри как-то вот, ну, запахи, ну, ничего не привлекло ни разу. Я знаю, у бренда очень много поклонников и прям обожателей. Ну, бывает, знаете, не подходит. Вот мне абсолютно не мой дом, Киллиан абсолютно, абсолютно не мой. То же самое могу сказать о бренде Диптик. Диптик, может быть, если только свечи, да, свечи красиво пахнут. А вот с ароматами тоже у меня как-то не сложилось и не очень нравится мне их дизайн. Ну, вот это вот мое такое личное мнение. Вот эти вот бренды меня отталкивают. Отталкивают. Ароматная нота, следующий, следующий вопрос, четвертый. Ароматная нота, поиск длиною в жизнь. Ну, у меня, наверное, такого нет. Вот прям, чтобы искать какую-то определенную ноту. Скорее всего, я бы искала какой-то аромат воспоминаний с детства, да. Не важно там, из каких он нот состоит. Вот что-то такое далекое, что вот сложно найти, да, там, как я куреш для мамы искала, вот, был промах. Куреш in blue, да, куреша голубого. Вот что-то такое, наверное, туда, связанное с детством, связанное с ностальгией, да. А вот какая-то определенная нота, которую я вот прям ищу, не могу найти ее идеальную. Наверное, такого нет. Так, следующий вопрос, пятый. Какой процент ниши, люкса и бюджетных ароматов у вас в коллекции? Хотел бы пользоваться только нишей или только люксом? На данный момент у меня, наверное, больше все-таки уже ниши. Ну, наверное, 20% люкса, остальное все ниша. Ниша дарит мне больше впечатлений. Знаете, больше каких-то вот прям, ну, ну, это как, для меня это как, я никогда этого не сделаю, конечно. Прыгнуть там с горы, там вот на этой штуке, это вот ниша. Ну, не знаю. В общем, больше адреналина, больше эмоций, больше впечатлений мне дарит именно нишевые ароматы. Не все, конечно, не всегда, но вот, как правило, да, я лучше, наверное, накоплю побольше денег и куплю один нишевый флакон, чем там пять люксовый. Тем более, в люксе сейчас не так часто что-то такое прекрасное выпускают, к сожалению. Поэтому я вот пока с нишей. Хотела бы пользоваться только люксом или только нишей? Не, я бы хотела этим и другим пользоваться. Я не хочу только этим или только этим. Я хочу и этим, и этим. А к чему стремишься, собирая коллекцию? Есть ли концепция? Я не считаю, что у меня коллекция. У меня как бы вот, ну, я просто люблю ароматы, и у меня на каждый случай, на каждое дуновение ветерка свой аромат. Вот я думаю так. Потому что если это коллекция, ты хранишь коробки. Ты что-то даже можешь в холодильник специальный, да, там положить, хранить. Ты никогда ничего не продашь. Ты там ведешь какой-то учет, коллекция. У тебя коллекция, да? Ты потом ее сдаешь в музей. Ну, так. А когда ты там меняешься, когда ты можешь продать аромат, купить другой аромат, когда ты, ну, пользуешься постоянно всем-всем-всем и не жалеешь какие-то редкие ароматы, мне кажется, это уже не коллекция. Это вот, ну, как в моем данном случае, это просто такая любовь к парфюмерии. Так что концепта нет, у меня особо концепта нет. Какие направления сейчас интересуют? Ну, меня сейчас очень интересуют необычные, интересные, не похожие ни на какие направления. Меня больше не интересуют ароматы с розами, ароматы, ну, вот прям, знаете, туберозно, прям яркие, мимозы. Вот сейчас вот это вот все цветочное, очень модно, да, все, много-много. Что-то другое хочется. Хочется что-то другое. Наверное, не гурманское, наверное, что-то больше, мужскую, мужскую больше сторону, уходящий, прям такой тяжелый унисекс. Может быть, какой-то грязный мускус. Ну, вот что-то такое. Не хочется больше цветочков и так далее. Вот пока, пока. Хотя я очень люблю цветы, белый цветочный аромат, и это вот прям мое. Конечно, альдегиды, обожаю. В общем, мускусы, альдегиды, вот что-то такое вот. И животное. Вот что-то такое хочу. Любимый форм-фактор. Форм-фактор – это, Наташа, ты имеешь в виду, как выглядит, да, флакон. Ну, то есть дизайн, дизайн, ну, насколько я понимаю, да? Мой любимый форм-фактор, повторюсь, и люблю Лилаба, мне приятно их держать. Мне нравится, как замусоливается вот эта вот бумажка, как она такая грязница, грязница, так некрасиво. Но мне нравится, потому что ты видишь, что ты реально этот аромат любишь, аромат любим, аромат на Сибели. И опять покажу вот это. Опять покажу вот это. Это его любимый форм-фактор, бесподобные красоты. Бутылочка, стекло, крышка, все очень дорого, очень изысканно. Ну, красиво, мне нравится. Gross Miss и Лилаба, да? Давайте так. Это вот любимый форм-фактор, да? Какой аромат надела бы в Канне на красную дорожку? Это вот я прям, знаете, почему-то сразу решила, какой. Даже я не знаю, в чем бы я была бы на красной дорожке. Ну, я имею в виду из одежды, но аромат был бы 100% Portrait of a Lady. Фредерик Маль, Доминик Рыпьон. Пока у меня вот такая маленькая штучка. Ну, думаю, надо будет покупать флакон, конечно. Да, красная ковровая дорожка, и я иду такая в портрете вся. В портрете, в черных бриллиантах. Ну, так уж, если мечтать, да? Ну, и в каком-то, наверное, что-нибудь с открытой спиной, прям до поп. Знаете, что такое? Так что, да, Portrait of a Lady – это для красной ковровой дорожки. Будешь... Следующий вопрос, десятый. Будешь использовать аромат, который не нравится близким? У меня многие ароматы не нравятся близким. Но, знаете, если вот прям вот они уходят из дома, вот в такой степени, вот такое тяжелое состояние, и там начинает болеть голова, конечно, я не буду. Но если это просто, я же вижу, когда они просто это капризничают. Тогда буду. Но у меня редко такое бывает. Конечно, если у кого-то аллергия на определенный аромат, какие-то там реакции, вот, естественно, да, я не буду. И последний вопрос. Пять супер-хотелок на сегодня. С хотелками так сложно, вот прям пять. Ну, слушайте, опять вернемся к пресловутому Лилабо. Я захотела опять Сантал 33. Я вот, знаете, у меня то нужен, то мне он не нужен. То вот как-то вот это. Сантал, Розу, Ирис. Ну, я могу все пять, только Лилабо сказать. Или я бы хотела портрет леди. Хотела бы Роза Атлантик от Диас Энд Дурга. Мне очень понравился этот аромат с соленой морской розой. Такой вот прям, знаете, вот если мы говорим о чем-то таком направлении неожиданном, меня он сначала оттолкнул, прям отторжение, мне показалось, он вообще неприятен. А сейчас я прям вот к нему, вот я замечаю, я прям подхожу, мне хочется его опять вдохнуть. Соленая, морская вода, нагретые камушки, такая, вы знаете, пыльность немножко, кислинка и роза. Роза такая вот, да, кислая. Очень-очень прикольный аромат. Вот его хочу. Давайте это будет раз-два. Значит, Лилабо я возьму за один. Ну так, выберу уже что, все, не буду брать. Роза Атлантик от Диас Энд Дурга. Два. Плохой парфманьяк, у которого нет хотелок. Мне нужно, не нужно ботегу винету классическую опять, я без нее не могу. Она у меня закончилась, я не могу без нее. Это три. Пусть будет три. Я не могу так ничего вспомнить, что-то я вот к этому вопросу не подготовилась. Думала, сейчас так вот легко все назову. Любин я бы хотела себе, флакон от Любин. Только я не помню, как он называется. С такой черной крышкой, и он такой вот, такого молочного цвета. Флакон молочно-золотистый. Очень мне, я помню, понравился. Четыре. Ну и все, пятый уже не буду говорить, потому что уже прям затягиваю, затягиваю. Все. На этом мои вопросы, мои ответы на Наташины вопросы закончены. Девочки-блогеры, берите, берите вопросы, отвечайте. Я все вопросы напишу внизу под видео. И пишите, пишите ваши комментарии, пишите, какие у вас хотелки, пишите, какие у вас любимые творцы, носы. Пишите, что вы любите больше нишу или люкс и так далее. Очень интересно всегда с вами общаться. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.